приятного дня мальчики и девочки с вами анатолий техно шаман сегодня нахожусь в магазине homus.ru и хотел бы показать вам и рассказать как играть на тонг драме палочками и пальцами и так чтобы играть на музыкальном инструменте палочками по большому счету вам не нужно каких-либо особых навыков и чего-либо еще вы просто берете палочки и бьете по лепесткам так если с палочками все понятно как играть на наших музыкальных инструментах просто берем и играем то с пальцами у большинства из вас могут возникнуть некоторые вопросы те кто занимается йогой и думает что он круто и отлично умеет расслаблять себя расслаблять свое тело у меня к вам как фильм пила отличное предложение давайте сыграем в игру и если у вас есть такой музыкальный инструмент или вы с ним сталкивались хотите попробовать умеете ли вы на самом деле расслабляться ну попробуйте сыграть без специальной подготовки на инструменте пальцами если у вас это получилось снимаю шляпу если не получилось тогда давайте разбираться почему не получилось и что с этим делать вообще как с этим теперь жить и так не получилось у вас скорее всего по одной простой причине из курса биологии не из курса биологии но тем не менее факт в том что обычно у нас пальчики все-таки напряжены почему мы используем наши пальцы не музыкальном плане вполне себе простых бытовых вещах указательный палец собственно которым и происходит обычно основные ударные взаимодействия с нашим музыкальным инструментом мы его используем для того чтобы что-то показать второй палец который используется наиболее часто музыкальных композициях большой палец но всем ясно показать что все классно или найти что еще более часто происходит найти с нами это найти что либо вашем телефоне и третий палец который но лично я использую как правило в своей игре на музыкальном инструменте от средней ну средним пальцем я не знаю что люди обычно показывают друг другу но как правило какой-либо неприличный жест собственно все все вот это обычные так сказать состояние наших пальчиков и поэтому нужно показать нашему мозгу что мы в процессе эволюции обросли не только руками но еще и пальцами и пальцев у не один два или три а целых десять и так самое главное прежде чем играть на глюкофоне тонг-драме робасте или ханг-драме да самое интересное что техника игры на данных музыкальных инструментах они она одинаково нам нужны расслабленные пальцы и осознание того что они у нас все-таки есть первое что чтобы расслабить наши пальчики берем наши руки можно о них посмотреть убедиться что они у нас есть и 1 максимально расслабляя пальцы как бы сбросьте нафиг все напряжение весь негатива задолбал начальник вас нагрузили на работе или просто послали куда-либо в метро хлопнули дверью неважно просто возьмите ваши руки и сбросим напряжение освободите кисти почувствуйте как болтаются ваши пальчики это прекрасно после того как поймали вот этот момент ослабления переходим к следующему по значению но не по важности упражнению это упражнение достаточно простое нам необходимо сложить наши ручки вот в такую конструкцию и начать попеременно скрещивать пальчики начинайте медленно самое главное здесь это правильность движений которую вы будете проводить со своими руками постепенно можете ускорять темп ритм данными упражнениями если вы будете управлять выполнять их минут по 5 10 в день конце концов вы дадите понять вашему мозгу что у вас есть пальцы их можно использовать не только для того чтобы куда подкнуть или кому-то что-то показать но еще и и можно угол взаимодействовать после этого как мы уже поняли осознали а лучше даже не после этого во время этого вместе с этим параллельно с этим переходить к практике игре на музыкальном инструменте основные ошибки новичка они какие мы берем наши пальчики и бьем по плавиши задерживая палец на лепестке то есть мы ударили и сразу же и сразу же заглушили лепесток представьте пожалуйста дорогие мои что ваш инструмент он безумно горячий вывод ну как будто боитесь обжечься или там не знаю укусит он вас берете палец расслабленный максимально бьете по лепестку и сразу убираете таком случае как раз таки вы получите тот самый необходимый звук который должен получиться не бейте сильно и не думайте о том что здесь нужна сила или какие-то сильные пальцы играя силы вы добьетесь только двух результатов первое отобьете пальцы второе может сломать свой музыкальный инструмент да да не смотрите на то что он стальной это основные моменты которые стоит учитывать при игре на данных музыкальных инструментов еще так сказать некоторые хитрости и лайфхаки как сейчас модно выражаться которые можно использовать для того чтобы максимально быстро научиться играть на дню ну все конечно же крутится и вертится вокруг одного это правило десяти тысяч повторений практика 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 дорогие мои еще раз практика если вы будете практиковаться каждый день на протяжении ну где-то минут по 15 по 20 в день то буквально через две недельки вы уже сможете выбивать нотки вполне себе уверенно самое главное не спешите если у вас не получается сделать сразу и четко гамму инструмента попробуйте сделать это медленно медленно с чувством с толком с расстановкой сделаете это качественно играйте простейшие упражнения вам самое главное на первом этапе понять как из инструмента извлечь звук об остальных вещах и хитростях мы поговорим в следующем с вами был анатолий техно шаман радости добра здоровья любви каждый день каждый час каждую минуту чтобы все у вас на нашем межгалактическом корабле который называется планета земля было круто и замечательно спасибо большое за внимание пока